Добрый вечер, Надежда Георгиевна. Добрый вечер. Давайте для того, чтобы с самого начала нашим зрителям было понятно, расскажите об основных направлениях деятельности вашего управления. Управление ветеринарией в городе Симферополь – это структурное подразделение Государственного комитета Республики Крым. И у нас задачи основные, которые мы решаем – это участие в борьбе со стихийной торговлей, это контроль, ветеринарный надзор, который мы осуществляем на ярмарках выходного дня, которые проводятся у нас в городе. Сейчас они проводятся по трем основным адресам – это Залесская, Герои Сталинграда, Гресс. Это еженедельные ярмарки выходного дня, в которых мы принимаем участие, осуществляем ветеринарный надзор за продукции, которая реализуется на ярмарках. Мы можем говорить о том, что продукция на ярмарках вся проходит проверку ветеринарии? Конечно. Не только осуществляется ветеринарный надзор на ярмарках, но и ветеринарный контроль. Это специалисты нашего государственного бюджетного учреждения, которые осуществляют контроль, проводят лабораторные исследования продукции, реализуемой на ярмарках. Это и мясо, молочная продукция. Также проводятся исследования и фруктовые овощи, которые реализуются на ярмарках этими специалистами. Что еще делается? В каких направлениях еще идет работа? Работаем мы также и по профилактике бешенства. Это обязательно рассматриваем обращение граждан по содержанию животных. И все покусы, нанесенные животными нашим гражданам в городе, они нам передаются из ФБУС, и мы их все отрабатываем. Вот в городе продолжается сегодня борьба со стихийной торговлей. Мы знаем, что на протяжении многих лет эта борьба ведется с переменным успехом. Расскажите, в какой части ваше управление ветеринарии также работает в мероприятиях по борьбе со стихийной торговлей? Мы принимаем участие в рейдах с специалистами департамента административно-технического контроля администрации города, с полицией. Организуются совместные рейды по борьбе с несанкционированной торговлей и участвуем мы при борьбе и при запрете реализации продукции животного происхождения стихийной торговли. То есть это мясомолочная продукция? Молоко, мясо, рыба. И мы принимали за прошедшее время 713 совместных рейдов. И за это время изъято и недопущено в реализацию опасной и некачественной продукции более трех тонн, которая направлена на уничтожение после совместных рейдов. Составлено 62 административных материала на физических лиц. Это владельцы, которые реализовывали на стихийной торговле продукцию животного происхождения. Это молочную продукцию или мясную продукцию или колбасные изделия. На составленные административные материалы по части 1-й, 18. Мы знаем, что наши жители все-таки периодически покупают эту продукцию с земли. Иногда мясо, иногда колбаса и так далее. Что бы вы сказали тем, кто все-таки практикует покупки с земли? Я уже неоднократно подчеркивала, что это очень опасно для здоровья человека покупать непроверенную продукцию в местах стихийной торговли. Молочная продукция, мясная продукция, она переносит инфекционные и паразитарные заболевания. И в основном, вот я не зря подчеркнула, что было более 173 рейдов. Я ошиблась, сказала, 713. Более 173 рейдов. И из них только 62 административных материала, то есть 62 владельца. Остальные продукция без владельца. То есть, когда мы приходим и осуществляем совместные рейды, то в основном те, кто реализует продукцию на стихийных торговли, они ее бросают. И она становится бесхозной. И представьте, более трех тонн такой бесхозной продукции мы направили на уничтожение. На уничтожение мы направляем на основании закона о качестве пищевых продуктов. Статья 3, в которой четко прописано. Та продукция, которая не несет в себе информацию срока вводности или отсутствует маркировка, она является опасной и некачественной. И по этому закону направляется или на утилизацию, или на уничтожение. Так как у нас нет утилизационных заводов, конечно, мы направляем на уничтожение комиссионную эту продукцию. Она уничтожается в труппозжигательных печах. Достаточно много этой продукции? Более трех тонн, я думаю, что это немало. Вы достаточно давно возглавляете управление ветеринарии по Симферополе. Как оцениваете ситуацию сегодня? В разное время, когда-то, наверное, больше этой торговли, когда-то меньше. Какова ситуация сегодня, если сравнить с предыдущими какими-то периодами? Хочу подчеркнуть, что все-таки наши совместные рейды не дают какой-то результат. Стихийная торговля уменьшается, но это настолько такой сложный вопрос. И больше это социального характера вопрос. Постоянно она возникает. То в одном месте, то в другом. Если мы знали четко, в каких местах у нас, возле рынков часто были организованы стихийные торговли, но возле Центрального, возле Куйбышевского, возле Москальца. Сейчас, благодаря вот таким совместным выходам, благодаря борьбе с реализацией этой продукции на стихийной торговле, в этих местах она осуществляется довольно-таки в меньшем количестве. Есть, конечно, в ранние утренние часы, есть в поздние вечерние часы стихийная торговля по этим адресам, но в дневное время в основном стихийная торговля контролируется, ее нет там. И она, конечно, ушла во дворы, ушла в спальные районы стихийная торговля. Она не побеждена. И все-таки она существует, и люди приобретают, продолжают приобретать, потому что дешевле, на ваш взгляд? Нет. А почему? Не дешевле. Вот не знаю, наверное, менталитет. Или вот, знаете, с тех времен еще как-то вот мы привыкли, что на стихийке вроде как бы дешевле. Не дешевле продается продукция. Мы несколько раз участвуем и с директором МУП Метроград. Вот если у нас есть какие-то совместные совещания или встречи, я неоднократно слышала от них, что они мониторят цены на стихийной торговле. И бывает даже на стихийной торговле продукты дороже, чем на рынках. Почему тогда? Потому что удобно в шаговой доступности можно приобрести что-то? Ну, можно только таким, только этим объяснить. Ну, сегодня мы знаем, что во многих микрорайонах, даже спальных, многоэтажных, там есть все-таки магазины. И магазины есть, и ярмарки организуются. Ведь администрации города организуются ярмарки. И ярмарки выходного дня. И у нас администрация Симферопольского района, я говорю только о ярмарках выходного дня, которые организуются у нас на территории нашей администрации города. Но у нас ведь ежедневные ярмарки есть, которые организуются администрацией Симферопольского района. Выезжают в спальные районы, на Матезалке, я знаю, на Грессе, в Комсомольском поселке. в аэропорту, организуются ярмарки ежедневные и вывозят продукцию, и действительно продукция качественная и с наличием сопроводительных документов, которые подтверждают качество и безопасность этой продукции. Понимаете, я не знаю, не могу объяснить вот такое стремление горожан покупать на стихийной торговле. Это просто, знаете, может быть наша суета ежедневная, ежедневная нехватка времени пробежать на рынок и купить, а бежишь там с работы домой, да и по пути где-то и прикупил или молочную продукцию или мясную, но это очень шревато последствиями. Самое легкое это передача через эти продукты, инфекции, которые... Ну, кстати, какие заболевания могут быть связаны, если ты покупаешь земли, допустим, мясо? Кишечная инфекция, это и сальмонеллез, кишечная палочка, это же грязь, продается с земли. Молочная продукция, она же не обрабатывается, ну ладно, молоко можно вскипятить, которое неизвестно в каких пластмассовой таре, эти бутылки неизвестно где взятые, сколько раз они использованы. Они, конечно, несут в себе угрозу передачи этих заболеваний. О творах, о сыре, которые домашнего изготовления, это же все оно используется без термической обработки и чревато последствиями. Самое легкое это то, что кишечная инфекция может быть, а инфекционные заболевания, бруцеллез, туберкулез, это же не исключено, понимаете, через молочную продукцию. И мы подвергаем себя опасности, когда приобретаем эту продукцию на стихийной торговле. Я уж не говорю о санитарном состоянии, в котором продается эта продукция, я говорю о заболеваниях, которые могут передаться и нанести серьезный вред здоровью человека. Вы уже немного говорили о том, о заболевании бешенством, да, если не ошибаюсь. Расскажите о ситуации сегодня, какая ведется работа по борьбе с этим заболеванием и насколько Симферополю действительно грозит, возможно, там заболеваемость бешенством для животных, прежде всего. Ой, вы знаете, бешенство это очень опасное инфекционное заболевание, которое очень серьезный вопрос у нас в городе. У нас на сегодняшний день пять очагов бешенства за этот промежуток времени с 1 января 2019 года. В основном бешенство у кошек. И все пять случаев это возникло заболевание в центральном районе города Симферополя. И все пять случаев были бездомные животные, бездомные кошки. Очень первые три случая владельцы нами определены этих кошек, но они были бездомные и там какой-то небольшой промежуток времени в своих дворах содержали этих животных, смотрели за ними. И оказалось, что они несут себе вирус бешенства. Там две-три недели смотрели владельцы... По животному можно определить, есть у него это заболевание или нет? По кошкам сложнее. Знаете, у кошек проявляется она атипичная, это заболевание. Они не бывают агрессивными, как обычно у собак. У собак в течение 10-14 дней возникает агрессия, паралич лицевых нервов, слюнотечение, отказ от воды. Это вот основные клинические признаки у собак. А у кошек они могут быть сглажены. Наоборот, кошка ластится к человеку. Она старается зайти в жилище, зайти в место, где человек обитает, где живет человек. Или в дом, или в комнату, или там во двор, в частное подворье. И не уходит со двора кошка. И в течение 10 дней она погибает. Когда животное погибает, владельцы обращаются к нам в наше государственное бюджетное учреждение. И, конечно, направляется труп на исследование и подтверждается бешенство. То есть, если животное в течение 10 дней не погибло, значит, оно не больно бешенством? Ну, исключается, да. Исключается. Хотя вирус бешенства может находиться годами в организме животного и не проявлять себя. И в один прекрасный момент может проявить. Понимаете? То есть, это не обязательно через 10 дней погибнет? Не обязательно. Если явные клинические признаки, если активная форма, то в течение 10 дней животное погибает. Как боретесь с этим? Ну, проводим профилактические мероприятия против бешенства проводятся. У нас специалистами государственного бюджетного учреждения провакцинировано против бешенства платоядных больше 7 тысяч за этот период кошек и собак. Больше 4 тысячи собак и больше 3 тысяч кошек. Как это практически? То есть, вы каких-то вылавливаете собак, кошек или вам приводят хозяева своих собак, кошек? Часть приводят. Часть есть таких ответственных владельцев животных, которые заботятся о их здоровье и о своем в первую очередь. И приводят. И проводят профилактические мероприятия. Ну, а в основном мы организуем с помощью администрации города Симферополя через сайты госадминистрации, через газеты «Южная столица», которые часто печатают информацию о том, где проводятся профилактические мероприятия. Ну и потом, вот эти очаги бешенства, они как-то нас активизируют, и мы делаем и подворные обходы совместно, и листовки развешиваем о профилактических мероприятиях против бешенства и проводим их вместе с... Вакцина платная или нет, если вот хочет хозяин свое животное привезти? Профилактика бешенства – это программа государственная, и вакцинация проводится бесплатно. Нашим государственным бюджетным учреждением на Жене Дерюгина 5А. Там проводится бесплатно. А вот в частных клиниках ветеринарных там бесплатно... То есть Жене Дерюгина 5А, да? Телефон там есть, не знаете? Да, 27-53-22. 27? Он есть на сайтах госадминистрации. То есть не проблема найти этот телефон? Это не проблема. Есть на сайте комитета ветеринарии. Вот сегодня много говорится в соцсетях о регистрации домашних животных. Расскажите, продолжается ли эта регистрация? Зачем вообще это нужно? Вы знаете, регистрация домашних животных, это имеется в виду кошки и собаки, это же и профилактика бешенства. Этот вопрос очень актуальный, и он у нас не настолько подконтрольный. Почему-то я вам уже озвучила цифру, что более 7 тысяч провакцинировано животных, а зарегистрировано всего около 800 голов. Это где-то 400 с чем-то голов собак и около 300 голов кошек. Может, есть смысл одновременно и прививать, и вакцинировать, и регистрировать? Регистрация домашних животных, это в первую очередь, она подразумевает профилактику бешенства у животных. Если животное зарегистрировано, регистрируется бесплатно. У нас есть программа, которая принята нашим администрацией города Симферополя. И есть закон, принятый в 2016 году, номер 216, принятым правительством нашей республики Крым, о том, что регистрация домашних животных обязательно. Еще с 2016 года принята эта программа. Почему люди не активно регистрируют, на ваш взгляд? Есть какие-то причины? Я считаю, что недостаточно, ну, большого внимания уделяет этому вопросу. Считают, что бешенство это где-то там, и оно никак не имеет отношения к семье или к здоровью детей. То есть считают, что их это не коснется, да, люди в основном там? Да, хотя это неправильно. Регистрация, она даст возможность профилактику проводить своевременно. Против бешенства вакцинация делается ежегодно. У нас безнадзорных животных очень много. Вот мы больше 713 мероприятий провели по информации ФБУ о контроле покусов, нанесенных гражданам нашим. В основном наносятся покусы бездомными животными, которые у нас обитают в городе Симферополе. Но с 2016 года у нас есть бригада по отлову безнадзорных животных. Вот, кстати, работает сегодня отлов, содержание этих животных. Конечно, без них мы никак не можем. Хотя, конечно, там свои проблемы есть по содержанию животных. До сих пор приюты не созданы по содержанию безнадзорных животных в приютах. У нас еще приют не создан. Хотя эта тема, она вроде бы как и обсуждается, вроде бы как и были выделены деньги на строительство приюта на Крымской правде 6. Там была выделена территория для строительства приюта. Но он до сих пор почему-то еще не построен. И та передержка безнадзорных животных, которые вот бригада по отлову безнадзорных животных при отлове, они должны животных поместить под наблюдение. Есть у нас клетки для передержки, это в Каменке, где был у нас полигон. И там эти клетки остались для передержки животных безнадзорных. И благодаря администрации города, все-таки там идет рекультивация же. Да, сегодня да. Но эти клетки оставлены, они сдвинуты там для того, чтобы не мешали для рекультивации этих бытовых отходов. И находятся они, ну ими пользуется бригада по отлову безна. Именно там. И там есть ветеринарная клиника, которая сохранена еще с тех времен, с украинских. Она сохранена администрацией города. И там ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения, они контролируют содержание безнадзорных животных на этой территории. Что касается стерилизации. Вот скажите, насколько сегодня это актуально, стерилизовать домашних животных? Ну вот благодаря этому закону, принятому в 2016 году, регистрация обязательно и стерилизация безнадзорных животных обязательно. Этой стерилизацией занимается бригада по отлову безнадзорных животных. То есть там специалисты от общественной организации ООО «Верный друг», они вместе с этой бригадой выезжают и отлавливают безнадзорных животных и проводят стерилизацию безнадзорных животных. У нас очень много сейчас собак, которые с желтыми бирками на ушах. Это говорит о том, что животные стерилизованы и вакцинированы против бешенства платоядных. А если граждане привозят животных, пусть даже не своих, а уличных животных, которые где-то рядом находятся во дворах? Очень много таких граждан, которые участвуют в стерилизации безнадзорных животных. Они все связаны с Людмилой Александровной Миловановой, которая является руководителем. Куда обращаться нужно? Куда здесь нужно звонить? ООО «Верный друг», есть сайт, есть на сайте госадминистрации информация о том, кто занимается стерилизацией безнадзорных животных. Были проблемы с кошками, вот поэтому у нас и есть три очага бешенства, то, что безнадзорные кошки, они были не охвачены контролем, понимаете? И сейчас, в этом году, выделены средства государственные на стерилизацию кошек. И вот эта организация, она занимается, она выиграла тендер, занимается стерилизацией кошек безнадзорных в общих дворах. У нас же очень много общих дворов, в которых содержатся безнадзорные кошки. У нас много граждан, которые смотрят, ухаживают за ними, да. И которые живут, и, конечно, обращаются, и ко мне обращаются. Если ко мне обращаются, я обязательно передаю это обращение Людмиле Александровне, и она реагирует. Может быть, действительно, если будет стерилизация, будет гораздо меньше этих безнадзорных кошек, собак в наших дворах, на улицах. Иногда мы видим целые стаи. Вы понимаете, это один из способов контроля численности безнадзорных, но это не выход из ситуации. Самое основное, это граждане должны понимать, что если ты взял животное, ты несешь за него ответственность, а не выбросил. Если, например, есть приплод, да, сколько этих котят, сколько щенят, выбрасывают. У нас же есть еще и такая серьезная тема, реализация живых животных у нас стихийно производится. У нас еще до сих пор не решен вопрос рынка реализации вот этих кошечек и собачек. У нас он еще не организован. Администрация занимается этой проблемой, но пока что она до конца не решена. Ну, будем надеяться, что все-таки эти проблемы будут решаться и все меньше у нас все-таки на улицах будет безнадзорных животных. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Очень быстро прошло наше время. Спасибо, что вы нашли время и сегодня все-таки пришли к нам в студию. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что сегодня гостем программы «Лица столицы» была Надежда Бойко, начальник управления ветеринарии по городу Симферополю. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Любите наш город. Встретимся через неделю.